Сотни блох атакуют северодвинцев уже третьи сутки. Собственникам приходится добегать до своих квартир, чтобы избежать укусов. Блохи уже добрались до пятого этажа. Справиться своими силами люди не могут. Сейчас они уже буквально кричат о помощи. В ситуации разбирался Дмитрий Ефимов. Это не карнавальный костюм. Буквально в такой защитной одежде приходится заходить в свой дом жильцам Первомайской 49. Сотни насекомых ежедневно атакуют квартирантов первого подъезда. В борьбе с ними не помогает даже сильнодействующая отрава. В свой подъезд жильцы этого дома на Первомайской 49 буквально забегают. А Светлана покой не получает и дома. Не может спать по ночам. От укусов сотен насекомых здесь страдают уже третий день. Ежедневно девушка вылавливает больше десятков вот таких существ. Но с каждым днем их число возрастает. Они добираются и до пятого этажа. На пятом этаже сосед вчера ковер выхлапывал и говорит, их там море сотни. По полу валяются мертвые. Ну вот они тоже обработали море их там. Ни одна, ни две это однозначно. Вот такие букашки подняли на уши весь дом. Жильцы предполагают, это блохи. Принесли ее в дом кошки и семеро котят, которые недавно завелись в подвале. Мертвые насекомые мы показали специалистам. Версию жильцов в санитарно-эпидемиологической службе подтвердили. На сегодняшний день известно около 25, порядка 25 инфекционных заболеваний, которые могут передаваться посредством данных паразитов. Ряд заболеваний очень большой на самом деле. Из них есть и карантинные инфекции, такие как чума. Блоха, причем человеческая. Принести таких насекомых могут не только животные, в первую очередь грызуные кошки, но и люди. Насекомые питаются кровью, передвигаются очень быстро, также и размножаются. Буквально за две недели из личинки вырастает полноценная особь, а живут они до полутора лет. Когда жильцы поняли, что избавиться от нашествия блок самостоятельно не в силах, обратились к жилищникам. Выходит, покусывание сотен насекомых жильцам придется терпеть все выходные. Тем временем от одного из обитателей дома уже съехала жена. Она работает в детском саду и боится принести насекомых в группу. Сам он таксист, признает, что блохи перебрались в машину. Так что затягивать дезинсекцию нельзя ни в коем случае, считают жильцы. Иначе блохи перекочуют уже в соседний подъезд. Дмитрий Ефимов, Александр Сенков, Вестник, Северодвинска.